В Киеве начало второго. Добрый день. Да, это программа «Особое мнение» и своей точкой зрения на актуальные вещи и темы сегодня поделится общественник Николай Пиктин. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. С каким настроением, с какими чувствами заканчиваете год 2017? Да, в принципе... Радостно, весело, грустно, печально. Нет, спокойно. Спокойно. Да, никаких клизмов не произошло. Так, ровненько. Вы имеете в виду сейчас, в первую очередь, свою личную жизнь? Да, личную жизнь. Личную жизнь, а без катаклизма. Работу, да. Ну, а если постараться в общем и целом итоги года подвести, я вас попрошу три основных, три главных события уходящего года, на ваш взгляд, на взгляд Николая Пиктина, назвать сейчас. Ну, во-первых, я бы объединил два события. Это смена руководства региона области, причем довольно такая серьезная смена. Регион или город их суд? Нет, регионы, 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 то есть и министерства, и так далее поменялись, руководители, и города в том числе. То есть я бы объединил их, как бы, ну, вот. То есть приход Игоря Ковалевой, Живиша, Дима, Игоря Владимировича избрали, команду формируют. Ну, хотелось бы, что, надеяться, что будут улучшения у горожан, во всяком случае, на сегодня. В первую очередь, в чем? А во всем. Начиная с моей больной темы, это чистота города. Это инвесторы в область, это более прозрачность бюджета, прозрачность работ каких-то, в частности, по дорогам, и так далее, и так далее. Наведение, ну, как прозвучала фраза, элементарного порядка. Он наведен? Нет. На сколько процентов сейчас? Ну, не знаю, на три на пять, может быть, сделано. Три-пять. Не нравится, ну, года три-пять надо на то, чтобы... Главное, чтобы с пути за этого не сойти. Ясно. Выборы, в общем. Выборы состоявшиеся, да, и губернаторские, и городские выборы. Да. Новая власть, новые люди, хорошо. Еще как событие, вот буквально недавнее, вот на днях прошло, это в Мурашах открыт громадный завод, фоненный. Я считаю, это довольно большое событие для области, там, и вложение, по-моему, четыре с половиной миллиарда рублей. И это может стать таким катализатором для инвесторов, для других инвесторов, для прихода в область. Ну, я считаю, давно такого у нас не было, что такие производства открывались. Это, конечно, безусловно, событие. Ну, и еще событие, это уже чисто для Кирова касается, хотя нет, и других городов, это, конечно, довольно такой обширный ремонт дорог, который прошел в Чапецке, в Пуском. Безопасные и качественные дороги впервые в этом году реализуются. Да, она вот реализуется, и единственное, что как бы у меня такое пожелание, надежда, вернее, это, чтобы весной мы не разочаровались, и чтобы по сфальту... Да, это сейчас к кому обращаетесь? А? К новым дорогам сейчас обращаетесь? К новым дорогам, да. Или к людям, которые ответственны за их содержание? Нет, естественно, людям, которые ответственны за их содержание, за уходом и так далее, и совести тех, кто делал эти дороги. Ну, раз уж и дороги, наверное, можно вспомнить и программу формирования комфортной городской среды, по которой десятки дворов отремонтированы. И причем надо отметить, что часть, и немалая часть дворов отремонтирована с софинансированием самих жителей, что тоже очень показательный, хороший тренд такой наметен. Ну, вы как-то все больше политики, экономики тоснулись, а в культурной сфере, в социальной сфере, как госпит, оцениваясь? Если есть соображения еще по этому поводу, почему бы я... Нет, есть соображения... Что с гражданским обществом у нас? Есть соображения, безусловно. Во-первых, мне в последнее время нравится, как у нас музей Восемецовых стал работать. Постоянно организуются какие-то новые выставки. Причем так очень привлекательно. И активно все эти... Активно все в сетях раскручивать. Да, это большое дело. Здесь у нас зашел недавно, на днях буквально разговор про музей железной дороги, который у нас есть на Карла Маркеса и Пролетарской. Которые, ну, в Пролетарской, себя не продвигают, чего недостаточно. А следует? Нужно на ваш взгляд? Мне кажется, безусловно. Но сегодня надо информировать о себе. И я вот сам у этого паровоза был. А внутри музея как-то это был днем, там типа табличка, обед, там что-то. Я так и не зашел, не побывал. Мне кажется, надо продвигать. И так же, как Воснецовский, брать пример с ним. Какие-то новые экспозиции делают. Что же дорожник, где вы устраивает такая ситуация? Ну, а я летом был на вокзале, когда был пояс в музее. С удовольствием. Прошел очень здорово, очень понравилось. Ну, вообще замечательно. Будем делать. С гражданской активностью. С гражданской активностью, я бы сказал, как у меня в жизни ровно. Ровно. Да, я... Хотя есть гражданская активность, и она в основном у нас проявляется, вот, нынче уже связана с ремонтом дорог, с автотранспортом. Сейчас вот разработали... Благоустройство сквера, давайте вспомним скверов. Да, это есть, это идет. Активисты у нас в этом году так ярко себя проявили. Появились новые фонды, которые зарекомендовали себя, вот, дорогой добра, гранты получили нарушие, развиваются очень успешно. Это не может не радовать. Ну, при всем при этом вы, я так как-то чувствую, не считаете, что какой-то вот всплеск прям произошел, да? Нет. Рост идет, но он такой вот, ну... Штатный. Штатный. Хотелось бы, чтобы более быстрыми темпами. Да нет, пусть вот хотя бы так, главная тенденция, чтобы не нарушалась, и чтобы хотя бы так шло, и это будет замечательно. И через Н мы уже будем нормально. Хорошо, вот это главное событие уходящего 2017 года по версии общественника Николая Петтина. Давайте пару минут уделим еще рейтингу Люди Года. Это традиционный рейтинг от наших коллег газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Буквально в эти выходные он вышел очередной номер «Бизнес-новостей», и там как раз-таки вот такая вкладка есть, да? Рейтинг Люди Года, она глянцевая, несколько номинаций. Главный редактор Александрович, естественно, недавно был у нас в студии и презентовал, собственно... Ну, тут логично все-таки, наверное, рассказать хотя бы по первым тройкам в каждой номинации. Политик Года! Как вы думаете, кто? Игорь Владимирович Васильев. Я сразу скажу, я говорю, что этот рейтинг я буквально перед эфиром немножко бегло посмотрел, полностью не ознакомился. Игорь Васильев на втором месте Елена Ковалева и на третьем месте Валерий Крепостнов. Ну, первые два ожидаемо было. Ожидаемо, да. А Валерий Васильевич третье место? Ну, я бы его уже не в политике, а, наверное, скорее, в общественнике. В общественнике? Депутат Кировской городской думы. Ну и что? Он очень много и Ямала общественных дел делает. На благо города. Промышленник Года. Вот если бы даже вы не видели этот рейтинг, кого бы вы назвали промышленником Года? Ну, скорее всего, Сураев. Сураев. Ну, Василий Куприенович как раз оказался на вершине этого списка. Кстати, вот это немножко, по мне, досадно немножко. Почему? Потому что, если вот взять сейчас, вот мы тоже перед эфиром так перемолвились, если взять сейчас рейтинг этот 10 лет назад, то про ЧСК эти же лица, что они есть. Правильно. Почему? Потому что, на самом деле, очень много новых компаний созданы, очень успешно работающих, новые люди есть, молодые, энергичные. Также в тройке промышленников Года Константин Гозман и Сергей Монцимовик. В следующей номинации Бизнесмен Года, кому бы вы отдали эту строчку? Может, Зонов. Зонов, да, и Василий Васильевич, ключ здоровья. Он есть в этом списке, он здесь шестой по счету, а возглавляет все-таки этот перечень Сергей Николаевич Киселев. Движение. А, движение. Движение, да. Также в тройке Андрей Березин и Игорь Мовиков. Это гендиректор гипермаркета «Время простора» и, соответственно, компания «Система глобус». Я был «Время простора» на первое место. Время простора. Часто там бываете? Ну, не частно, но бываю. Просто довольно успешный проект, очень интересно, пользуются спортом. О, ага. Новая номинация у газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Лидеры малого и среднего бизнеса. Во главе тут с Максимом Воронков, генеральный директор «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат». Вот так вот. Следующая номинация. «Строитель года». Кому бы вы отдали это звание? Ой, я посмотрите на язык. Не слишком вредит. Руководитель «Кировский фронтаж» Алексей Миронов возглавил эту номинацию. «Финансия из года»? Ну, с кого бы так отмечено. Скорее всего. Банкира какого-нибудь? Да, скорее всего, банкира какой-нибудь. Трудно сказать. Банкир здесь на первом месте. Финансистом года, по версии газеты «Бизнес-новости», стал Илья Прозоров. Председатель правления АОКБ «Батбанков». Очень интересно работают. На втором месте тоже банкир. Константин Георгиевич Подвальный, соответственно, полосбирбанка, наше кировское отделение. И, ох ты как, министр финансов Кировской области Лариса Маковеева замыкает тройку лидеров-финансистов года. Следующая номинация. Это несколько странно. Почему? Потому что она себя еще не показала, не зарекомендовала. Ну, позволю немножко с вами не согласиться. Она довольно заметная была личностью, работником, профессионалом в команде Елены Васильевны Ковалев. Но она профессионала. Да, конечно. «Закон и порядок». Руководитель УФСБ России по Кировской области Мочилов Сергей возглавил. Это тоже новая номинация. Руководитель ОМВД Константин Николаевич Селянин на втором месте здесь. Ну и, соответственно, также в тройке Владимир Устюжанинов. Это представитель второго арбитражного апелляционного суда. Еще одна номинация тоже новая. «Защита и право». Ян Евгеньевич Батарев тут стал первым. Это заслуженно. Да. На втором месте поздравляем нашего еще и коллегу, ведущего. Айсалий Чагаев, бизнес-информ. И Марина Николаевна Копырина на третьем месте. Это, соответственно, президент Адвокатской палаты Кировской области. Общественник года. Вот сейчас вы с общественниками года там зарубились немножко, да? Ну, мне тоже зарубились. Ну, давайте я озвучу, кто стал общественником года. Номер один – это наш главный редактор Сыпа Малайкова. Да. На втором месте Антон Красанов. На третьем – Николай Николаевич Липатников в ВТП, соответственно. Владимир Шабародин, Андрей Усенко, Надежда Гурьянова здесь есть, Валентина Иманова, Александр Галецкий, Ольга Шибека, Сусана Васильевна Никитина Миногрид. Ну, и несколько людей, которые я знаю, очень активно работают в общественной сфере. И они почему не попали в довольно... Например? Может, они дальше десяти. Например, кто? Ну, Брам Виталий, например. Виталий. Ну, Курбатов Анатолий. Багир Шарифов. Багир Шарифов. Да, есть. Наши дорожники общественники. Они именно, да, такие активные дорожники... Вообщественники, извиняюсь. Мне кажется, их надо было... Должны были в десятку попросить. Да, для меня тоже, честно говоря, это немножко удивительно. Но я напомню, как этот проект составляется. То есть, сначала двадцатка экспертов – это политики, чиновники, бизнесмены и общественные деятельности. Они накидывают свой список, кого бы они хотели. То есть, редакция к этому вообще отношений не имеет. Она не генерирует эти фамилии, имена. Эксперты. Потом идет голосование. 180 человек тоже рассылка по словам Александра Гислиса проводится. И уже эксперты присылают свой список. Вот такой формат, по-моему, третий год идет, да? Нет, больше. Больше. Больше уже, да. И, соответственно, за кого больше голосовку. Самые часто упоминаемые люди, они попадают, собственно, вот в этот рейтинг. Так, еще номинации есть. То есть, это здравоохранение. Кому бы, кого бы вы отметили в первую очередь? Курдюмов, наверное. Дмитрий Александрович на первом месте. Семеновский. Семеновский на втором. Андрей Вениаминович Чернеев, наш глава Минздрава нашего. Да, на третьем месте. И образование. Человек образования. Валентин Николаевич Пугович. А, Пугович, да. Ректор Вердул, поздравляем. Кстати, про них тоже можно сказать. И начали очень интересно работать. Во втором месте директор библиотеки М.Герцена. Надежда Павловна Гурьянова, тоже поздравляем. И Ихал Васильевич Юсупов, глава Минобра на третьем месте. Ну, вот такой вот рейтинг. Там еще есть топ-10 хозяйств Кировской области по производству молока. Это, видимо, в связи с тем, что у нас задача стоит. Амбициозная. Миллион, миллион тонн молока. Вот основных молочников. Лучше звучит. Сюда включили. Миллиард литров. Лучше звучит. Миллиард, да. Первое место у Владимира Леонидовича Шулаева. Легендарное, собственно, предприятие, хозяйство и ПК Красное Знамя. Куменский район, соответственно. Вот такой вот рейтинг года от газеты «Бизнес новости» в Кирове. Всех поздравляем. Всех поздравляем. Советую ему знакомиться. Очень приятно смотреться, держать в руках. Николай Пихтин. Это его особое мнение. Вернемся к нашему обсуждению через полминуты. Николай Анатольевич, оцените новшество от городской администрации. Касается это уборки города. Глава администрации Илья Шульгин обязал коммунальщиков круглосуточно отправлять через Viber, один из популярных мессенджеров, фотографии того, как прибирается город. То есть, видимо, идет техника, нужно сфотографировать. Это все проверяется чиновниками городской администрации. Ну, понятно, что сети-менеджер наш очень недоволен тем, как подрядчики работают. Я думаю, наверное, в городе ни одного человека не найти, который сейчас абсолютно удовлетворен. Вот такое начинание. Ой, ну, честно говоря... Фотографируйте, отправляйте. Ну, может быть, как говорят на безрыбье и рак рыба, но дело в том, что фотографии будут присылать. Но у нас же в администрации есть служба, которая обязана контролировать. А чиновники, видимо, будут ответные фотографии высылать. Кулак какой-то с фотографией. Мы вам грозим, мол, там. Ну, пусть попробуют, но мне кажется, все же здесь надо более системно подходить. И вот эта служба, которая обязана контролировать, она есть в каждом районном управлении. Они должны заниматься своим делом. Хотя, как-то прозвучала цифра, что там их очень мало, всего 3-4 человека. Мне кажется, даже 3 в городе. Ну, которые обязаны, штатных единиц, которые обязаны контролировать, как убираются в улице. Это отдел благоустройственного транспорта, на месте. Мне кажется, даже если 3-4 человека будут работать активно, то они очень многое сделают. Ну, хоть что-то. Ну, хоть что-то, да. Вот давайте попробуем, как они будут обмениваться этими фотографиями и как это отразится. Ваша оценка работы коммунальщиков «Снежная буря» у нас была недавно совсем. Ну, я сейчас прошел, у меня полный ботенки снега. Вот вся оценка. Этого быть не должно. Конечно. Не должно быть. Я подчеркиваю, что тротуары должны чиститься до асфальта зимой. Это прописано. Это прописано. Прописано. В документах, в нормативах, соответственно. Подрядчики, как обычно, заявили о том, что у них техника вышла из строя. Ну, это классика. Классика мы каждый год, по-моему, слышим. Сначала мы слышим отсчет подрядных организаций о том, что мы полностью готовы к зиме. Все в порядке. Все будет работать. И тут бац, что-то вышло из строя. В нужный момент они докладывают, да, что все готово, а потом начинает все это выходить. Ну, это какое-то лукавство. Вот опять же, это контроль. Нет контроля должного. Тут общественники пожаловались на то, что GPS-навигация, невозможно отследить эти машины, там они на скольких-то незначительном числе этих единиц. А вот вам лично интересно было бы следить, где снегоуборочная машина. Я даже не помню, где сейчас этот сайт находится, где посмотреть. Нет, вы знаете, мне важен результат, честно говоря. Не мое это дело следить за вами. Да, конечно. Здесь уже специалисты пусть отслеживают. То есть же контролирующие люди. Это их забота. Мне важен результат, чтобы я вышел, чтобы было устроено нормально, чисто. Вот так все-таки, по вашему мнению, новый руководитель на администрации города, Илья Вячеславович Шульгин, сможет навести? Ну, не то, чтобы навести порядок, но как-то улучшить качественно сферу уборки. Судя по тому, как он выступает, что говорит о Ковалеве, то тренд намечается, что за это дело возьмутся очень серьезно. Естественно, не надо здесь представлять, что буквально сегодня они сказали, а завтра все исправилось. Это, естественно, нужно время. Но главное, чтобы у них было желание, как называется, что называется, политическая воля. И тогда, я думаю, что все потихонечку все исправится. Порадовало ли вас заявление, вернее, обещание Шульгина о том, что следующей зимой мы уже песком не будем посыпать, а будем, видимо, какие-то современные противоговоренные? Не, вы знаете... Верите в это? Нет, это я уже не первый раз слышу, верится с трудом. Но дело в том, что посыпание песком, отнычая, что для себя отметит, снега выпало еще буквально там три снежинки, а уже дороги были посыпаны песком. То есть надо разумно как-то посыпать. Действительно гололед, вот как сейчас, например, гололед. А тогда зачем сыпали, непонятно, это грязь в городе. Ну так сможем верить в то, что мы сможем отказаться от этой смеси песка и соли? Пока нет. Пока тумарно, пока призвать. Хорошо. Хотелось бы еще... Кстати, по этому песку я немножко оговорюсь. Когда был разговор про грязь в городе, это вот моя больная тема, то, по-моему, чиновники не совсем понимают источники грязи и как с ней бороться. Потому что начали говорить про этот песок, который зимой сыпал. Ну это толика всего лишь, это небольшая часть от грязи, которая у нас в Кирове образуется. И дальше вот, если взять банальный простой пример, вот у вас дома, например, вы идете, и у вас вдруг зацепили цветок, он упал, земля просыпалась. Вы что делаете? Вы убираете. Ну конечно, что же забудешь об основных делах? Вы убираете. Город надо убирать. Даже сыплют песок, он нужен. Или про гололедное что-то, чтобы люди не скользили, машины не скользили. Но надо убирать по весне. Снег начинает сходить, все. Масса машин должна выходить и все чистить. Генеральную уборку сразу же. Конечно. Причем регулярно ее делают. У нас основные источники грязи на дорогах это автомобили, которые вывозят это, да, в том числе паркулись во дворах, где попал и так далее. Плюс у нас, когда с лякоть это все стекает на дороге, газоны, плюс технология, вот об этом уже говорили, вот если приглядеться, то происходит, что дворник, тротуар убирают, все это сваливают на газон. С улицы убирают, сваливают на газон. Дождик прошел, все это с газона смылось обратно. И вот такой круговорот грязи, вот он идет постоянно. То есть нам же технологии еще меняют. Еще хочется узнать Ваше мнение по другим заявлениям главы администрации Кировской. Сказал Илья Вячеславович о том, что нет, территорию бывшего квадту нельзя отдавать, кроме как под строительство жилья, детских садов, других объектов, социальной инфраструктуры, парка и медицинского какого-то учреждения. Там быть не может, по его мнению. Я немножко... Согласны с этим? Что жильем давайте застроим? Нет. И детский садик еще? Нет, я, насколько понял его, а я лично слышал, как он об этом говорил, они хотят сделать там комплексную застройку. То есть будет немножко жилья включать. То есть такой полноценный какой-то микрорайон, да? Да, да, да. Город-город. Садики, школы, магазины и так далее, и так далее. То есть такой город-городе что-ли. То есть они отказались, не принимают, вернее, предложения, устроить там досуговое что-то. Парк, там, центр досуговый и так далее. Хотя я понял так, что и не исключаю, что может быть досуговое какое-то учреждение там появится, такое серьезное, большое. А вам не странно, все-таки земля-то это областная? Она в областной собственность. Но они вместе решают. А сети-менеджер делает вот такие заявления? Они вместе решают. Вместе. Да. Вместе все-таки решают. Ага. Чтобы через Н не получилось так, что опять не будет. Как известно, у нас свалка в Косте, но у нас сроки эксплуатации истекли, были продлены, и это скоро все заканчивается. Да, я ему задавал вопрос по раздельной переработке мусора. То есть нас жители уговаривают раздельно собирать, а потом на свалках, значит, все в кучу сваливается. Но он объяснил, что там есть серьезные проблемы, в частности, с стоимостью переработки. Но какие-то механизмы или какой-то завод по то ли уплотнению мусора, то ли это брикетирование, то ли еще что-то. Это вроде как не в планах есть. Так, уплотнение, пресс и куда это вытаскивается? Брикетирование. Но это также земля. Земля тоже. Может быть, найдется какое-то применение. Потому что вот недавно картиночка прошла где-то, то ли в Финляндии, то ли в Швеции, там из-за них брикетов стали что-то вокруг дорог делать, там и так далее. То есть использовать это все в благоустройстве? Где-то, да. А, кстати, как личное впечатление на вас, Шульгин, какое произвел? Не похоже. Я слышал от многих уже людей о том, что он действительно такое впечатление очень вдумчивого, четкого, такого структурированного человека вызывает. Вы знаете, не отнекивается. То есть если ему задаешь вопрос, он отвечает, то он довольно подробно, и видно, что он уже во многих день в лес пошел. Как-то одна из его фраз, нужно задумываться не над тем, то есть искать ответ на вопрос не почему, а как. Да. То есть в суть заглянуть непосредственно уже. Ну я говорю, надежды есть какие-то. Сейчас появились. Сколько времени лично для вас должно пройти, когда вы уже сможете так определиться, так хорошо работаете? Три-три-пять лет. Три-пять лет. Да. Он будет занимать, на ваш взгляд, этот пост в течение такого времени? Ну от него зависит. От него будет результат, будет занимать. Хорошо, сейчас у нас небольшая рекламная пауза. Я напомню, что это особое мнение Николая Пихтина, общественника. Мы продолжим через полтора минут. Общаемся, напомню, с Николаем Пихтиным, общественником. Николай Анатольевич, оцените еще вот эту тему. Послезавтра будет очередное пленарное заседание Кировской Курдумы, завершающее заседание. И там ожидается, что будет все-таки рассмотрен вопрос о приватизации муниципальных предприятий. Это центральный рынок, как известно, Куприд, гостиница Губернская и Детский мир. Рассмотрение этого вопроса должно было состояться на предыдущем, на Айбольском заседании. Ну вы помните, что Илья Вячеславович там сказал о том, что нет, нет, давайте подумаем. Я не согласен, в частности, с тем, что Куприд нужно приватизировать. 64% с лишним процентов акций муниципалитет принадлежит. Вот что делать с этими предприятиями? Насколько я знаю, что они все же настроены приватизировать все это. По Куприду, да, действительно, непростой вопрос, потому что это довольно интересное, такое сложное предприятие. И оно для города, оно большое значение имеет. И, насколько я знаю, оно и доход приносит городскому подозреву, по сравнению с другими, там, не сравнимо. Поэтому, мне кажется, скорее всего, Шульгин, он только что пришел, у него именно время для того, чтобы поплотнее разобраться, посмотреть результаты и так далее. Мне кажется, все равно приватизировать будет. Все. Я говорю, по Куприду вопрос, а остальное, скорее всего, да. А рынок? Потому что рынок, ну, на сегодня, там, не такие большие доходы, плюс у него на сегодня состояние ужасное, если там прийти. Да сколько лет оно уже? Неприглядное. Да, неприглядное, но это мягко сказано. Гостиница Губернская, она, ну, работает, она, я, наверное, года три назад там был, ну, обычная гостиница. Ну, 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 и зачем ее в уровне держать, обременять себя, я не понимаю, та же Клиецкий, нет? Ну, это не профильная припеть, они для города большой толпы не играют. Ну, по центральному рынку еще хотелось бы остановиться поподробнее, там, я думаю, что небезосновательное опасение этих многих специалистов о том, что, а что с людьми-то будет? Ну, продадут, и придет новый собственник, он же вправе их выкинуть. Нет, ну, во-первых, мы не знаем пока, что там будет, там может появиться новый, если новый приедет, то он вероятно будет выкидывать их, а во-вторых, у нас сейчас... Откуда так и уберет? Ведь он собственник, все, он купил, он может делать все, что нужно. Смотря на какой целью он придет, и от города зависит. И у нас же есть Эрмака сейчас, есть площади торговой, пожалуйста. В принципе, мне кажется, такая поспудная у них мысли есть, чтобы люди не переходили в торгующие центральные рынки туда. Неудобно, скажут они. Неудобно, далековато, да. На шейдосе. Но в таком состоянии центральный рынок держать надо уже без варази. Ну и все-таки, ваше видение, все-таки оставлять там торговлю в каком-то формате? Ехали, желая застройка, не знаю, стадион построить. Нет, нет, мне кажется, надо оставлять торговлю и концертный зал, ну, можно было, почему нет. Потому что, ну, городу нужен хороший концертный зал, он современный, он нужен. Губернатор Васильев вчера... И не только концертный, а концертно-выставочный. Губернатор Васильев вчера у нас был героем программы «Открывашка», как известно, он сказал о том, что намерение серьезное строить этот концертный зал. И, по его словам, до 2024 года, до юбилея, 650-летия нашего города, в общем, вопрос будет решен хоть и как. Ну, хотелось бы. Ну, назрело уже. То есть у нас хорошего выставочного зала нет, где презентации хорошие провести, тоже проблемно. На месте на центрального рынка определяемся, пусть там будет. Ну, мы с вами определяемся. Я думаю, фантазируем, конечно. Да там хватит, там хватит для всего, там почта, прилично. А ценник центрального рынка в 500 миллионов рублей озвучен. Ну, это поторгуются. Поторгуются, если найдут желающего приобрести. Хорошо, давайте про транспорт еще поговорим, про его работу. Об этом можно бесконечно разговаривать и высказывать свои недовольства. В том числе, как известно, переводчики попросили снова поднять стоимость проезда до 32 рублей. Но вот была уже комиссия выросла. И вроде как в 2018 году повышения не ожидается. Это не факт, во-первых. А во-вторых, там проблемы, по мне, кроется в том, что... Я это помню, вот, честно слово, это с советских времен еще, что пытались и депутаты, и общественники, и какие-то там даже контролирующие органы получить полный расклад работы, а транспортного хозяйства не могут получить. Почему? Ну, не дают. А кто не дает? Ну, не знаю, кто не дает. Потому что муниципалит, это пресса. Ну, тем не менее, то есть полного расклада, администрации скомандуются. То есть полного расклада, дочек, полный нет. Ну, так что, поднимать, не поднимать? Как оценивать эти хотелки транспортников? Я боюсь, что то, что они хотят, очень много, ну, это не вывод. Нельзя поднимать. Ну, может быть, на 3-5 рублей, может быть, на не больше. Ага. Потянем? Ну, мы потянем. Такую стоимость. О, 3-5 рублей, что получается? Ой, мы не такой. 25-27 получается? Ну, 27, да. 27-27. Ну, вот то, что они просят ежегодно поднять, потому что дорожает топливо, запчасти и так далее, и тому подобное. Мы не устали еще от этих. Я говорю на рассылке. Нужен рассылок полный. Это все пока, ну, слова. То есть вот, было бы очень хорошо. Я, например, сегодня проехал на автору, сюда заплатил 22 рубля. Покажите мне, какая часть от этих 22 рублей пошла. Она, это, на приобретение горючего. Все правильно. Какие секреты, как они используются. На зарплату водителей. Все верно. Все верно. И если подумать, вот последнее повышение, вот 22 рубля было, по-моему, 3 года назад. 1 февраля этого года. С 1 февраля 2017 года у нас 22 рубля. А разве? С 2017 года. Я пользуюсь общественным транспортом. Я вижу это. Я тоже пользуюсь. Я просто забыл, когда уже порушал. В каждом висит уважаемые пассажиры с 1 февраля 2017 года. И за этот год цены-то поднялись на все. Ну, они же проживают, они же работают. Ну, вы так и родные. Ну, да, некоторые специалисты об этом и говорят. То есть еще, что и при этой стоимости проезда в 22 рубля, в общем-то, у них получается зарабатывать. Конечно, зарабатывают. Конечно, я о чем говорю. Не с разбитым, вроде как, корытом-то. Хотя, мы, конечно, тоже не знаем. Не по серому. Хотелось бы очень, да, чтобы она была прозрачная. Не, все понятно, все дорожает, все вроде как надо, но покажите, докажите. А этого пока нет. Уход руководителя дирекции дорожного хозяйства. И Андрея Менькина. Да. Вот человек сидел в нашей студии и говорил о том, что я буду продолжать работать. Есть у нас желание, но не мог сказать, заявить, что он уходит. До поры до времени. Вообще, по мне, так это, ну, ушел он, ушел, приехал в другой. Нормальная тогда движуха. Я знаю, что сейчас общественники, они как-то возбудились по этому поводу. Они сейчас прямо ищут человека, которого могли бы туда, может, сосватать, даже в дирекцию дорожного хозяйства. Ну, я имею в виду Виталия Брагина, но я понял. Нет, если и на них кого-то предложат, и эту кандидатуру поддержат, то ради бога, почему бы и нет. Я здесь никакой трагедии не вижу, я вообще проблем не вижу. В общем, вы трагедии не видите. Нет. А видели, там где-то размещен опрос на каком-то портале, сейчас не вспомнил, что вы считаете причиной ухода Менькина, там, освоил миллиард и свалил. А, это и видео, это домыслы, всё это. Домыслы. Ну, мне так кажется, конечно. Причины вполне, возможно, какие-то, вполне обычные. Может быть, не сошёлся. Может, не сошёлся, может, личные. Ну, мы ж не знаем. Не надо трагедии из этого делать. Ну, там ведь интересно, если по заголовкам новостей посмотреть, вот, там, появились слухи, да, Алексей Кузьмин, экс-депутат Городумы, об этом сообщил, о том, что Менькин уходит. Следующая новость. Менькин опровергает, что он остаётся работать. И потом новость, с 25 декабря, всё, извините, ухожу. Ну, это классик. По собственному желанию. Ладно, будем ждать, кто, собственно, у нас следующим будет руководителем, главным, за дороги в нашем городе. Всё-таки в следующем году ещё более масштабный ремонт планируется. Да. Слушайте, может, назначенец какой-то? Я не случайно. Издали издалека? Не случайно. Не, ну, нам же с вами результат нужен. Вот, он, назначенец. И чё-то, какой-то, ну, кажется, всё. Хорошо, следующая тема. Я вчера подписался на новости губернатора ВКонтакте. Сделали уже? Я с вами. Тоже подписались? Вот. Игорь, в Facebook. В Facebook. Так, или ВКонтакте. Ладно, неважно. Вот, свершилось, Игорь Владимирович пошёл в интернет. Ну, там не о полноценной страничке всё-таки речь идёт, а отправлял-ка, мессендж. Будешь в ленте потом новостей. А, нет, вопросы можно там тоже задавать? Нет, можно, можно вопросы задавать. Ну, когда вот такие чиновники выходят на интернет пространство, это очень хорошо. Да, помните, как он, ну, не то, что категорично, но он как-то, он жёстко как-то говорил, что я против вообще идти? Вопрос в том, он сам лично там или нет? А, либо какой-то специально обученный специалист внимается, ведёт эти мессенджеры главы региона. Если это какой-то специалист, то есть большие опасения о том, что какие-то материалы могут до губернатора не доходить, то есть где-то будут отселиваться. То есть написал вопрос, что это там на злобу дня, а это всё не поступило в голове региона. Может быть, вполне, да. Команда отфильтровала. И дальше вот чисто с моральной точки зрения, например, условно говоря, там у него день рождения, я его поздравляю, днём рождения, оказывается, что не я его поздравляю, а у кого-то. Ну, как-то не совсем правильно это. Так, поясню, если кто-то не понял. Глава Кировской области, заходите на сайт игорь-васильев.ру или .ру, да, вот там информация, собственно, о деятельности главы нашей области и ссылочки на то, чтобы подписаться на эти сообщения в социальных сетях. Хорошо, следуем далее. Про Победилову мне хочется вас спросить. Прям момент истины какой-то настал, да? Годы, годы борьбы многих депутатов за то, чтобы деньги не пускались бюджетные в Победилово, что нужно, собственно, приходить к тому, чтобы полностью сам себя обеспечивал аэропорт, зарабатывал. Вот министр транспорта Кировской области Михаил Порщин заявил о том, что безубыточная работа аэропорта Победилова невозможна. Всё, занавес. Ой, сложная тема. Дело в том, что при этом, по словам министра, в следующем году не планируется ничего выделять из бюджета. Ну, я сомневаюсь, скорее всего, что они будут выделены. Дело в том, что вот когда была встреча с губернаторами, так давно я присутствовал, он немножко пояснил по этому аэропорту, во-первых, говорит, непонятно, почему было где-то 5-6 лет назад с делом разделено, ремонт самолётов и так далее, там отдельно фирма, а сам аэропорт это отдельно, а другая фирма непонятная. Ну, давай, Юрий Александрович. И, во-вторых, из его уст прозвучало, я считаю, вполне справедливо, что здание аэропорта представляет из себя сарай. Это он прямо прямым текстом сказал. Это поршняк? Почему? Губернатор. А, губернатор. Да. Ну, это действительно здание устаревшее уже. Я был там ровно год назад. Мне не резонуло, так скажем, особо. Ну, я тоже год назад был, да, летал. Из Казани прилетел. Ну, да, аэропортик, да, провинциального города. Ну, могут со мной, конечно, поспорить, но провинциального, в смысле, в плане полётов. В плане полётов, да. Авиасообщения. Да, да, да. А так, нет, серьёзный город, серьёзно, люди порой прилетают. И такой вид, ну, очень. Я просто помню, вот год назад, как раз примерно, из Казани прилетели, ещё дождик был, вышли, лужи, грязь, какая-то неухоженность. Очень неприятное ощущение. Можешь продать его тоже? Ой, вряд ли. В час в мои руки. Вряд ли получится продать. Есть ли такие мысли, есть такие предложения? Ну, вопрос, я сомневаюсь, что это купят. Вопрос, перевозка, а перевозка это деньги. То есть, какая будет стоимость билета? Вот сегодня пошла информация, в Ульяновский билет на Победе 950 рублей. Ты читал тоже, ну, там народ ломается. В Москву, я видел. А? Из Москвы, Ульяновский билет. Да, я думаю, что народ там, наверное, ломанётся за 950 рублей. Ну, кататься надо, но несоразмерно, ненормально. Всё же адекватно. Ну, недавно на встрече с журналистами, вы там тоже были, Игорь Васильев сказал, ну, или как-то там намекнул, как правильно сформулировать, что обеда к нам не вернуться. Не прямо прозвучало. Не будет, всё-таки, никаких движений в этом направлении. Ну, там, непонятно, как прозвучало, не очень убедительно. Но дело в том, что, если будут низкие цены, то соответствующий и сервис будет. А люди у нас хотят сервис-то, как в хорошем классе, а получат. Поэтому опять проблемы начнутся, опять недовольство будет. И они, я, честно говоря, по мне, так я считаю, что пассажиропоток в аэропорту большой, ну, вряд ли будет привлекательный. Даже если дешёвые, более дешёвые билеты будут? Ну, они были дешёвые, ну, говорили, что там полно самолёта, но самолётик, извините меня, там 30 мест. Ну, я летал Победой, вернее дело, полную загрузку в борт. А сколько там пассажиров на борту? На борту больше сотни. Это Боинг, Боинг 737. А, ну, когда Боинг летали, но они недолго летали. Ну, вот Победа была. Победа была. Ну что, нам пора завершать. Хотя очень вот меня тянет спросить вас про президентские выборы. Давайте коротко выскажитесь. Я случайно зашёл на страницу в Википедии и увидел, сколько там уже человек уже высказались о том, что будут пытаться регистрироваться на порядка 20 фамилий. Вот цирк какой-то в этом? Ну, цирк и цирк. Люди имеют право, согласно Конституции у нас, выделить себя. Ради Бога пусть выдвигают. Кстати, завтра у нас, по-моему, 18 числа стартует пред выбором. Сегодня 18-е. Завтра 19-е. А, значит, сегодня. Здесь просто Совет Федерации накануне. Те, которые говорили, что они кандидаты, они ещё кандидатами не являлись. Сегодня они должны подать заявки, ещё посмотрим, кто отсеется, кто пройдёт, кто не пройдёт и так далее. Но, похоже, что очень много будет кандидатов. Пиар? И пиар, конечно. Многие преследуют. Конечно. Собственный пиар? Конечно. Конечно. Тут не без этого. У коммунистов намечается какое-то такое движение. Заварушка. Заварушка, да. Вроде сюда, но как и сам не пойдёт. Может быть, кто-то у них будет такое объединённое у них. Несколько. Единый кандидат. Единый кандидат. Хорошо. Ну, так или иначе, выборы скоро. Но ещё раньше к нам придёт Новый год с наступающим. Поздравляемся. И вас и всех горожан, да. И наших слушателей. Спасибо, Николай Пихтин. Общественник. Особое мнение завершается. Всего доброго. До свидания. До свидания.